Привет, с вами DJ Krypton и это 28 урок из серии коротких уроков 100 плюс вопросов по Premiere Pro. В этом уроке я покажу, как поместить текст за любой предмет или фигуру. Вот что мы получим в результате. Раньше такой результат можно было получить только в программе After Effects или же в другой программе для композитинга. Но с появлением в новой версии Premiere Pro Creative Cloud 2015 возможности рисовать свободную форму маски, подобного результата можно добиться и не выходя из программы Premiere Pro. Конечно, волшебства не бывает. Эта методика ротоскопинга, безусловно, потребует определенного количества времени и сил. Сразу скажу, что на данный момент нет инструмента, позволяющего привязать данные трекинга одного клипа в Premiere Pro к какому-либо параметру другого клипа. То есть, если я хочу, чтобы текст двигался вместе с видео, увы, пока это возможно только в программе After Effects или в других программах композитинга. Переходим в программу Premiere Pro. Здесь на линейке вы можете видеть три дорожки. Нижняя — это непосредственно видео с моим куплетом. Вторая — это текст. И на третьей дорожке стоит копия видео с первой дорожки, только с маской на той области изображения, которую будет перекрывать текст. То есть, на моей фигуре. Теперь я покажу, как сделать такую анимированную маску с самого начала. Я перехожу на первый кадр своего клипа. Можно начать трекинг и не с самого первого кадра, но в этом случае нужно быть аккуратным и следить за тем, чтобы анимация не слетела при выборе автоматического трекинга вперед, а затем назад, от той точки, с которой вы начинаете. Выбираю верхнюю дорожку с копией клипа. Нажатием на сочетание клавиш Shift плюс 5 перехожу во вкладку Effect Controls. Здесь открываю свойства параметра Opacity и нажимаю на инструмент Free Draw Busier, который позволяет рисовать маску свободной формы. Перед тем, как начать рисовать маску, нажимаю на Stop Watch параметром Mask Path. Перехожу в окно программного монитора. Здесь для удобства рисования маски вокруг фигуры я могу либо зумировать изображение, выбрав комфортное значение в выпадающем меню в левой нижней части окна, либо увеличить само окно программного монитора нажатием на клавишу Tilt или Slash. Как я уже неоднократно говорил в своих уроках, быстрая максимизация окна может очень помочь в разных ситуациях. Любое окно может быть максимизировано нажатием на эту клавишу с наведенным на это окно курсором мышки. Если я сильно увеличил картинку, навигацию довольно удобно производить при помощи полос прокрутки по бокам окна. Теперь я нарисую маску вокруг своей фигуры, точнее той ее части, которая непосредственно соприкасается с текстом. Если я сейчас выключу два нижних слоя и в окне проекта нажму иконку настроек в виде гаечного ключа, затем активируя параметр Transparency Grid, то можно лучше понять, какую именно область я выделил маской. Для удобства работы в данной конкретной ситуации я включу нижние слои, так как мне не важна аккуратность всей маски, но только ее части, соприкасающиеся с текстом. Приступаем к анимации маски. Сначала всегда можно попробовать сделать автоматический трекинг, но если он не даст хорошего результата, можно всегда поправить маску покадрово. Для автоматического трекинга маски я нажимаю кнопку Track Selected Mask Forward. Как мы видим, на автопилоте ничего не вышло, поэтому я буду делать трекинг покадрово. В окне Effect Controls удаляю все лишние ки-фреймы, ставлю курсор на первый кадр, нажимаю кнопку покадрового трекинга вперед. Несколько кадров просчиталось правильно, но почти сразу я вижу ошибки, и тут необходимо корректировать маску вручную. Для многих случаев можно даже не пользоваться трекингом, так как качество его работы не всегда впечатляет, а действовать полностью в ручном режиме, передвигаясь кадр за кадром и изменяя положение точек. Для того, чтобы изменить одну точку, необходимо просто поднести к ней курсор, нажать левой клавишей мышки и двигать в необходимом направлении. Таким же образом можно изменить угол направляющих. Если же мы хотим удалить ту или иную точку, то нужно навести на нее курсор мышки, удерживая Option на Mac или Alt на PC нажать на нее. Если мы хотим добавить точку, то просто жмем мышкой на линии маски. Но что, если мне нужно передвинуть сразу несколько точек? Для этого можно обвести их мышкой, затем аккуратно подвести курсор к одной из этих точек и передвинуть все эти точки в нужное место. Также очень удобно двигать одну или несколько точек при помощи клавиш стрелок. То есть, если выделить одну или несколько точек маски и нажать вправо, влево, вверх или вниз, то точки будут передвинуты в нужную сторону. Если передвинуть курсор мышки внутрь маски, то он превратится в руку, и тогда можно свободно двигать всю маску. Переместиться на следующий кадр можно либо вращая колесо мышки, либо нажимая стрелки влево или вправо. Сейчас я сделаю анимацию маски и вернусь к вам, когда маска будет полностью анимирована. Итак, вот что мы получили. Ну, а что, если я хочу создать еще и вторую маску или третью? Для этого я вновь перехожу в окно Effect Controls, и здесь в свойствах параметра Opacity снова нажимаю на инструмент Free Draw Busier. Автоматически появляется вторая маска. Сейчас я хочу выделить столб с указателями и поставить его также перед текстом. Вот что получилось. Для того, чтобы редактировать нужную маску, необходимо просто нажать на нее в окне Effect Controls. На этом сегодня все. С вами был DJ Krypton. Заходите на мой сайт DJ Krypton DE, подписывайтесь на мои группы в социальных сетях, и если вам понравилось это видео, ставьте лайк. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok